Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи прибыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исси. Дарон осветил храм великомученика и целителя Пантелеймона. Праздник белых лепестков отметили в детской больнице. В день недоношенных детей врачи встретились со своими бывшими пациентами. В Сочи прошла традиционная выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор». В этом году ее посетили 8 тысяч человек. В Сочи прибыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Накануне он осветил храм великомученика и целителя Пантелеймона. Он расположен в микрорайоне Мамайка на территории санатория Ставрополье. На божественную литургию собрались сотни прихожан. Храм святого целителя Пантелеймона ведет свою историю с 2001 года. Он строился на народные деньги усилиями самих горожан. 18 лет понадобилось, чтобы церковь получила свой завершенный облик. И вот долгожданное событие – торжественный обряд его освящения. С раннего утра люди собрались, чтобы участвовать в божественной литургии, чьи на освящение храма проводил сам митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. И причастие Святого Духа буди со всеми вами. По христианским канонам обряд освящения – это своего рода преображение храма, его так называемый день рождения. С этого момента здание из обычного становится священным, и неважно, построено оно с нуля или отреставрировано. Это училище благочестия, это врачебница духовная. И рад, что жители города Сочи имеют замечательный такой храм, такого небесного покровителя, подающего людям здравия и благополучия. Воскресная служба в храме длилась больше трех часов. После литургии многие верующие прошли таинство причастия. Чтобы молитвы людей, обращающихся в этом храме к Богу, всегда им были Богом приняты, услышаны. Чтобы это место, которое отныне стало действительно святым местом, всех сердечно хочу поздравить. Мы очень долго все вместе к этому событию шли, и наконец-то оно свершилось. За последние годы в Сочи было построено 25 новых храмов. Растет и число верующих, а также количество приходов. Храмов все больше и больше в городе становится, и мы видим, что прихожан тоже больше становится. И, конечно, это очень хорошее явление, потому что православная вера и вообще вера – это основа благополучия, основа счастливой жизни людей. Храм святого великомученика-целителя Пантелеймона теперь полноправно пополнил список сочинских православных святынь. После освящения он начнет жить полноценной жизнью. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи отметили лучших участковых уполномоченных полиции. Участковые – это те, кого, как правило, сразу зовут на помощь. И неважно, бытовой скандал или трагическое стечение обстоятельств, люди надеются на правовую поддержку. Начальник УВД Сочи Сергей Огурцов отметил, что сотрудники именно этой службы – главное в профилактике преступлений. В поздравлении участковых уполномоченных полиции служит высококвалифицированный специалист, настоящий профессионал, для которых честь и справедливость – не просто красивые слова, а дело всей жизни. В профессиональный праздник поздравил и поблагодарил за службу участковых. Глава курорта Анатолий Пахомов, он подчеркнул, что Сочи входит в пятерку самых безопасных городов страны, и в этом заслуга полицейских и, прежде всего, участковых. В системе органов внутренних дел ваша служба – одна из наиболее важных. Вы всегда были и остаетесь на преднем краю борьбы с преступностью. Днем и ночью следите за порядком на верных вам административных территориях. Лучшие сотрудники службы были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и юбилейными медалями. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Благоустройство дворов, строительство спортивного зала и реконструкция систем водоснабжения – с такими просьбами жители края обратились к главе региона. Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан. Люди приехали из разных районов Кубани. Так, Светлана Стышева из станицы Крупской рассказала губернатору о том, что детям в местной школе негде заниматься физкультурой. В учебном заведении – просто не спортивного зала. По видеосвязи Вениамину Кондратьеву о решении вопроса докладывает первый заместитель главы Выселковского района. Возводить помещение будут по одной из краевых программ. К строительству приступят уже в начале следующего года. Я могу сказать, что не то, что недопустимо, это уже не те слова, стыдно даже просто, что до сих пор у нас в школах нет спортзалов. Спортивные залы, коллеги, это такая же необходимость для гармоничной личности, как и предметы в школе. Если мы говорим, чтобы личность выросла на самом деле гармонично и здорово, и духовно, и физически здорово, то давайте сделаем, чтобы она гармонично-то росла и формировалась гармонично. А как так? Коллеги, вот давайте эту ситуацию просто исправим. Исправим очень и очень быстро. Геннадий Григорьевич, сколько должен возводиться по вашим расчетам спортивный зал? Мне строители сказали, что в конце 2019 года зал будет готов. Вопросы, с которыми обратились жители края губернатору, будут решены в ближайшее время. В поселке Первомайский Белореченского района построят новое образовательное учреждение на 80 мест. Возводить его начнут уже в марте следующего года. Сейчас осталось подготовить проектно-сметную документацию. А в Славянске-на-Кубани жители многоквартирных домов по улице Красная и Ковтюха попросили, чтобы их двор как можно быстрее благоустроили. На приеме граждан люди узнали, что их дворовая территория в следующем году будет отремонтирована по федеральной программе формирования комфортной городской среды. На Кубани официально запустили производство мальтодекстрина в народе крахмального сахара. Планируется, что завод в Гулькевическом районе полностью закроет потребности России в этой пищевой добавке. С руководством предприятия встретился Вениамин Кондратьев. Губернатору рассказали, что выпускаемая продукция отвечает самым высоким стандартам качества и составит конкуренцию зарубежным аналогам. Чем так уникален мальтодекстрин и как его получают в нашем регионе? Наши краснодарские коллеги с подробностями. В России это первый цех по производству мальтодекстрина с таким новейшим оборудованием. Для его наладки специально пригласили команду иностранных специалистов. Чтобы автоматика работала без сбоев, лично следит Йенс Томсон, управляющий директор датского института крахмала продуктов. Это уникальный продукт и он будет впервые изготовлен здесь, в России. Все, что мы можем сделать здесь, мы можем поставить на стол. В Краснодарском крае есть вся цепочка. Белый порошок без запаха и вкуса. Так на конечной стадии производства выглядит мальтодекстрин. В области его применения перечислять можно несколько минут. Это и пищевая промышленность, компонент добавляет в детское питание. И фармацевтика, где он входит в состав кремов и зубных паст. И даже производство сухих строительных смесей. Максимальная производительность этого цеха – 80 тонн мальтодекстрина в сутки. Вещество получают из кукурузного крахмала. Производство происходит в несколько этапов. Технология полностью автоматизирована. За всеми процессами с помощью компьютера следит оператор. Человеческий фактор сведен к минимуму. На всех стадиях у нас установлены параметры. Дозация ферментов, температурные режимы, работы всех насосов, мешалок. И за всем этим приходится следить. И в случае какой-то непредвиденной ситуации компьютер нам подскажет, что нам сделать. Находясь на заводе, кажется, что за качеством здесь следят с маниакальной настойчивостью. И высокотехнологичное оборудование отслеживает все этапы производства. От отгрузки кукурузного зерна до получения самого мальтодекстрина. Поражает и размахи. Например, для сушки вещества используют комплекс высотой с 10-этажный дом. Происходит распрыскивание сиропа в мелкие-мелкие капельки. И в верхнюю часть сушилки, туда, где подается сироп, подается горячий воздух. И вот эти мелкие частички капельки, они высушиваются и превращаются в порошок. Вот он пока долетает вниз с сушилки, он досушивается. Несмотря на то, что получать добавку начали недавно, заказы на кубанский мальтодекстрина уже пошли со всей России. Гулькевичский крахмальный завод – крупнейший в стране по объемам производства многопрофильного компонента. Соглашение о его расширении под новый цех подписали еще на инвестиционном форуме в Сочи. В модернизацию вложили около 2 миллиардов рублей. Кроме мальтодекстрина на заводе упускают 4 вида патоки, глютен и корма. Планы по развитию предприятия на встречу с инвестором обсудил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, подобные производственные линии выведут весь агропромышленный комплекс Кубани на новый уровень. Возможность производить мальтодекстрина сегодня в нашем крае делает ваше предприятие стратегическим не только для нашего региона, но и, наверное, для всей России. Потому что, во-первых, вы его производите из нашего отечественного сырья, а, во-вторых, вы сегодня единственные. Поэтому это принципиально то, что такое производство в России появилось. Это по-настоящему то самое импортозамещение, о котором мы говорим. А мы еще с подчеркиваем, максимально готовы помогать вам во всем, в чем нужна наша помощь. Чем богаче вы, тем богаче и будет район, и город, и край биоусловно. Я с уверенностью могу сказать, что качество продукции великолепное. И рынок покупает наши продукции. У нас идет заполнение производства. Я думаю, что мы уже в первом квартале следующего года выйдем на полную загрузку предприятия по этой линии. Планируется, что крахмальный завод в Гулькевичском районе нарастит объемы выпуска мальтодекстрина до 28 тысяч тонн в год. Для сравнения, потребности российского рынка – около 35 тысяч тонн. До этого компонент закупали в Китае и Европе. Немаловажно и то, что добавка, произведенная в Краснодарском крае, будет дешевле зарубежных аналогов. Что может сказаться и на себестоимости продуктов, в которых используется мальтодекстрин. Если говорить о цене, то я могу сказать, что он будет дешевле. Это раз. Второе, то, что сегодня себестоимость этого продукта гораздо дешевле, даже чем китайского. Поэтому он будет уже конкурентно способный на рынке. И самое главное в том, что уже первые выработанные партии идут на расхват. Мы видим, что активно пользуются спросом. И такие производства, конечно, мы готовы создавать на всей территории края. Всполнить цепочку для того, чтобы у нас агропомощный комплекс был, в первую очередь, независим и всегда стабилен, не изверяя никакие катаклизмы. Мощности Гулькевичского завода позволяют не только удовлетворить спрос на мальтодекстрин в России, но и выйти с продуктом на зарубежные рынки. И это, можно сказать, ответ на западные санкции. Благодаря новым производствам импортозамещение в Краснодарском крае уже не цель на будущее, а реализуемая задача. Яна Бузычкина, Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Команда профессионалов, которой стоит доверять. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты», брендовые часы «Швейцария», «Япония», «Россия». Изящные женские, классические, мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис, опыт, технологии, но самое главное – мастерство. Часовой салон-магазин «Куранты» – штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу улица Горького, 53, ЦУМ, 2 этаж, 8-918-3243. Праздник белых лепестков отметили в детской городской больнице Сочи. Так называется Международный день недоношенных детей. В субботу врачи детской больницы встретились со своими бывшими маленькими пациентами. «Сейчас мама придет, покормит тебя. Конечно, маленький, сейчас». Ласковое слово – тоже лекарство, тем более, когда речь идет о таком маленьком и слабом малыше. По статистике, преждевременные роды – причина почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире. В Сочи доля детей с экстремально низкой массой тела до килограмма всего полпроцента. 5% – это те, кто родился чуть крупнее, до полутора килограммов. Для таких малышей создана специальная двухуровневая система выхаживания. Реанимационная помощь в родильном зале, а потом отделение интенсивной терапии новорожденных. Выхаживать таких крох удается в первую очередь за счет квалифицированных специалистов. Плечо к плечу мы выхаживали этих малышей, причем работал большой коллектив, команда. Это акушеры-гинекологи, это лабораторные службы, педиатры, ноонатологи, хирурги, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, окулисты, всех не перечесть. Для таких деток нужны специальные условия выхаживания. Все эти условия, начиная от высокотехнологичного оборудования, заканчивая специальными лекарственными препаратами, они есть у нас в нашем перинатальном центре в достаточном количестве. За каждым случаем и слезы, и испуг матери, но главное – радость и семейное счастье. Международный день недоношенных детей был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. День белых лепестков – так называют его во всем мире, подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность таких малышей. Ежегодно врачи детской больницы совместно с общественной организацией «Лига женщин. Мост добра» организуют праздник для маловесных детишек и их родителей. Президент Лиги женщин Елена Пахомова организовала для уже подросших белых лепестков яркий детский праздник. С призывом не унывать и продолжать трудиться над здоровьем ребенка в тесной связке с докторами к родителям обратился и православный священник. Это труд наших врачей, труд докторов. Это такой невидимый труд. Это же ведь и освоение новых технологий медицинских. Это и усовершенствование образования, получение ученых степеней. То есть это большой труд. Во многом мы, конечно, благодарны здесь нашим докторам. Каждому малышу в честь такого дня подарок. В ответ тоже сюрприз. Маленькие пациенты порадовали врачей своими способностями. Кто спел, кто сплясал, другие разучили стихи. Тем самым подтвердили – белые лепестки могут стать прекрасными цветами при должном уходе и заботе. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошла уже 23-я. По счету выставка ярмарка учебных и рабочих мест сделать свой выбор. В мероприятии посетили порядка 8 тысяч человек. Это учащиеся 8-11 классов, их родители, педагоги, занимающиеся профориентационной работой и студенты. Ярмарка профессии – это знакомство с вузами и среднеспециальными учебными заведениями, которые работают в Сочи. Презентацию специальностей на стендах проводили сами студенты. К примеру, ребята из СГУ информировали абитуриентов о новой возможности – двойном дипломе. Получить его можно благодаря международной образовательной программе. Как раз таки недавно в этом году наш университет запустил первую программу, единственную в России программу «Вотель». Это получение двух сразу дипломов – Сочинского государственного университета и международного «Вотеля». Очень интересная программа. Туда сразу ребята захотели пойти. И в следующем году из-за хорошего старта будет продолжаться набор далее. Ребята не просто послушали презентации, но и поучаствовали в мастер-классах, чтобы школьник из всего многообразия профессий смог выбрать одну, его необходимо в эту профессию погрузить, подчеркивает глава Сочи. И это задача вузов и колледжей. Я думаю, что каждый из вас сегодня убедился в том, что и в профтехобразовании можно найти место для обучения и в высших учебных заведениях Сочи. Ну а самое главное, город Сочи – это город, который имеет достаточное количество рабочих мест, и эти рабочие места увеличиваются с каждым годом. Процент безработицы в городе самый низкий – это 0,3%, что в 7 раз меньше, чем количество вакантных мест в городе Сочи. Это значит, что есть где работать, и мы эти рабочие места предлагаем прежде всего нашим жителям. Выбирайте профессию вдумчиво, учитесь и оставайтесь в родном городе. Выставка-ярмарка учебных и рабочих мест продемонстрировала молодежи города весь потенциал Олимпийской столицы, который не уступает городам-миллионникам. Сочинский профессиональный техникум стал региональной площадкой сетевого взаимодействия по подготовке кадров в области строительства. Об этом стало известно на ежегодной городской профориентационной выставке «Сделай свой выбор». Сочинский профессиональный техникум представил на выставке экспозицию с видеороликом. Студенты рассказывали школьникам о рабочих профессиях, которые сегодня востребованы на рынке труда. Столер, автомеханик, электрик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, повар, кондитер. С каждым годом популярность сочинского профессионального техникума растет. В этом году у нас создается региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров в области строительства. Мы получили федеральный грант на закупку оборудования и создание этого центра. Этот центр будет объединять семь учреждений краевых. Все более востребованным становится авторский ремонт с составлением дизайн-проекта. Поэтому и подготовка специалистов ведется с учетом современных материалов, в том числе декоративных. Выбрал эту профессию, потому что она мне нравится. Я люблю эту работу. В нашем техникуме много разных профессий на любой вкус. На базе техникума при участии компании Кубанинерго пять лет назад был создан ресурсный центр по энергетике, что позволяет студентам проходить практику в сочинских электросетях и после окончания учебы туда же трудоустраиваться. Такая программа социального партнерства между учебным заведением и предприятием Кубанинерго отмечена на краевом и федеральном уровнях. Со дня начала сотрудничества объем выпускников для специальности электрификация выросло уже более чем в два раза. Более 25 студентов уже трудятся у нас на предприятии. А в свете последних трендов и цифровизации производства, цифровизации технологий, востребованность студентов, которых выпускает ресурсный центр, становится все актуальнее и актуальнее. Студенты и сами не прочь помогать. Из сосны они сделали мебель для самых маленьких. Их подшефный детский сад получил на днях три столика и 12 стульчиков. Особенно хочу выразить благодарность за такой великолепный подарок. Наши ребята будут очень рады. Связи с дошкольными и школьными учебными заведениями становятся от года год прочнее. На выставке «Сделай свой выбор» между сочинским профессиональным техником и школой номер 10 был подписан договор о сотрудничестве. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сразу три договора о сотрудничестве подписал Сочинский институт РУДН со школами города. На выставке-ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор». Сочинский институт РУДН известен далеко за пределами нашего города. Учиться сюда приезжают не только из других регионов, но даже из разных стран. Мне нравится изучать историю и русский язык. Почему я выбрала Сочи? Потому что мне нравится Сочи. Сочи выбирают именно из-за возможности получить не только теоретические знания, но и самое главное – практические. Об этом студенты и преподаватели вуза рассказывали сочинским школьникам, которые еще не определились оставаться после окончания школы в городе или уезжать. У нас есть возможность в период обучения в своем городе пройти удивительную практику или практики для того, чтобы овладеть своей специальностью. Крупные структурные подразделения, возможность работы волонтерами. Студенты Сочинского института РУДН представили на выставке-ярмарке свои профессиональные навыки программирования на примере учебного проекта «Умный дом». Окошко сейчас открыто, потому что температура воздуха для датчика более 23 градусов. И он открыл окошечко на проветривание. Как только градус упадет ниже 20, что уже будет достаточно прохладно, окошко закроется и дома будет тепло. Здесь же студенты специальности журналистика вместе со школьниками и гостями в выставке снимали поздравительный ролик ко дню города Сочи, который можно будет увидеть на всех официальных аккаунтах института в социальных сетях. Вчера мы стали третьими по краю в краевой олимпиаде по финансовой грамотности. Наша студентка вчера заняла третье место в направлении здравоохранения в Кубанской школе инноваторов. Итогом участия Сочинского института РУДН в выставке учебных и рабочих мест «Делай свой выбор» стало подписание договоров о сотрудничестве со школами 100, 49 и 25 по направлениям «Обчастный дизайн», «Флористика» и «Социально-гуманитарный профиль». Также очень много ребят определились со своим выбором. Это дружная многонациональная команда РУДН. Свою работу в Сочи завершил слет народных университетов. В этом году санаторий знаний принял беспрецедентное количество участников. Более двух тысяч россиян пенсионного возраста. На этот раз крупнейший в стране форум, посвященный вопросам качества жизни старшего поколения, объединили с декадой зрелого возраста. Соответственно, экспертов, семинаров, тренингов и мастер-классов на четвертом слете было в разы больше. Все студенты в Народном университете серебряного возраста. В санаторий знаний они приехали из 70 регионов страны, чтобы убедиться, возраст дожития можно превратить в возраст счастья. Этот лозунг слета подтверждается уже четвертый год подряд. За это время сотни пенсионеров убедились в том, что, выйдя на заслуженный отдых, можно и новой профессией овладеть, и спортом заняться, и в целом быть полезным обществу. Народный университет решает вопросы так, что человек не чувствует себя обездоленным, брошенным. И почему наше количество участников растет, потому что они понимают, что здесь они найдут себя. Количество участников слета и декады зрелого возраста – это показатель того, что тема актуальна и востребована, уверены организаторы. Те умения, знания и навыки, которыми пенсионерам помогают овладеть эксперты, не просто продлевают жизнь, а делают ее достойной. Разговор о том, как устраиваться на работу в зрелом возрасте – это, конечно же, знакомство, это, конечно же, возможность придумать свой собственный общественный проект, получить на него грант, как вот уже получали гранты в этом году участники прошлогоднего слета народных университетов. Поэтому перечень возможностей для участников, он очень широкий. Перед закрытием лекцию студентам народных университетов прочитал Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы России. Другого такого слета, фестиваля, декады, где бы собиралось столько людей старшего возраста, и не просто людей, активных людей, реализующих себя, мне просто неизвестно. Отсюда этот опыт, если угодно, эти технологии будут распространяться на регионы Российской Федерации, и это скажется на уровне жизни, на качестве жизни нашего старшего поколения. Я хочу послушать опыт, который здесь представляют люди, для того, чтобы потом часть из него превратить в новые законодательные инициативы. Следующий слет народного университета стартует ровно через год. Он станет уже пятым юбилейным. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова